Стремление помочь страждущему проявлялось в человечестве из древней, причем в различных формах. Впервые служба сестер милосердия была организована во время Крымской войны англичанкой Флоренс Найтингелл. Флоренс вместе со своими помощницами, среди которых были монахини и сестры милосердия, отправилась в полевые госпитали сначала в Турцию, а затем в Крым. Но и в России служение милосердия имеет давние традиции. Как сейчас развивается здесь встречество и что нужно для развития этого добровольческого начала, обсуждали на семинаре в Новороссийске. Подробности далее в сюжете. В Свято-Троицком храме города Новороссийска прошел семинар, посвященный вопросам развития движения сестер милосердия на территории Новороссийской епархии. Для обмена опытом, чтобы узнать и научиться новым, на побережье прибыла делегация из Москвы. В рамках развития социальной работы нашей епархии, она вообще предполагает, что еще много направлений есть. И работа с инвалидами, с наркозависимыми. Ну и одно из направлений – это организация сестричества, добровольческого движения. И в этой связи, естественно, чтобы нам организовать эту работу на должном уровне, мы обратились к людям, у которых есть большой в этом опыт. В Новороссийск приехали главная сестра Свято-Димитриевского сестричества сестер милосердия Татьяна Филипова, координатор добровольческой службы милосердия Ирина Редько и зампредседателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Марина Васильева. Специалисты поделились опытом, рассказали, с чего начать благотворительную работу и организацию сестричества на местах, и как максимально быстро ее развить. На 9-й Российской Федерации есть порядка 300 сестричеств в разных городах, в разного размера. Какие-то уже похожие на профессиональные такие сообщества. Они имеют лицензии медицинские, связанные с уходом и с помощью людям. Какие-то сестричества, они именно как добровольческие такие структуры существуют в небольшом составе, и, конечно, еще без каких-либо лицензий, без оформления юридического. Но таких начинаний очень много, и радостно, что каждый год прибавляется и прибавляется, это число растет. Этот семинар открыл цикл встреч, посвященных социальной деятельности. Гости из Москвы еще не раз посетят Новороссийскую епархию с обучающими курсами. Такие встречи важны и полезны для развития социального служения во всех уголках Русской Православной Церкви.